Добрый день, дорогие друзья! В эфире вновь передача Перед Туром. Сегодня наши гости и замечательная команда Кардив, капитан Евгений Кривойкин и его товарищ Георгий Симонов. Добрый день. Во-первых, очень приятно, что вы пришли, ребят. И хочется первый вопрос задать вам про Лигу. Насколько я знаю, вы стремились в английскую Лигу. И вопрос, собственно, почему и как вам здесь, в нашей федерации? Как уже я в интервью говорил в одном, мы хотели сразу в Англию попасть, но у нас не получилось в силу того, что все места были заняты. Тогда Лига была полной. Вроде как нас на недельку подвесили, подарили надежду, сказали, что может быть место освободиться. Но нужно было уже куда-нибудь заявляться. И вот как раз в Голландии было свободное место, свободная команда, адодный хак. И надо было определяться за неделю. Результата никакого не было, никакого ответа не было. И мы заявились в Голландию, отыграли там два или три тура, я уже, если честно, не помню, по-моему. Три. Три, да? Три тура отыграли. И вот оказалось, что Кардив освободился. И мы пришли к вам. Мы, в принципе, довольны. Во-первых, у нас и команда с Юго-Западной. То есть поле нам знакомо, нам нравится, нам близко. А во-вторых, для меня, что немаловажно было, это уровень команд совершенно другой, намного сильнее. Там есть вон ребята вообще полупрофессионалы, я так понимаю, кто там... Да, спортшкольники, хорошие поигравшие. Ну, короче, интересно. Даже вот мы сыграли в самом начале с командами сильными. Ну, я не помню, чтобы мы там раньше играли в турнирах и от кого-то там по 13 пропускали. Я не говорю потом, что мы такого сильного уровня. Но как так подбивалось, что чтобы мы от кого-то 13 пропустили, для нас это было удивление. Так нас там еще и носом возили по полю весь матч. Поэтому, а интереснее же играть и для того, чтобы развиваться. А мы верим, потому что наш потенциал еще не до конца открыт. Интереснее играть с сильными командами. Поэтому я рад, что мы в итоге в итоге попали. Ну вот, собственно, по поводу потенциала, да, продолжая эту тему. Вопрос следующий. Первый матч у нас был с Фотфордом, насколько я помню. Да, 13-2. 13-2, как раз разгромный счет. Но многие из тех, с кем я разговаривал, да, заметили, что команда у вас, ну, действительно с большим потенциалом. Даже в том матче пыталась играть как-то комбинационно, очень слаженно, да. Пускай не получилось. Сейчас, я так понимаю, опыта набрались, да, чуть-чуть привыкли. И уже получше. Здесь делать что-то в другом. Нам, во-первых, я не соглашусь с теми, кто сказал, что в первом матче было видно, что у нас есть какой-то потенциал. Потому что это, мне кажется, вы так говорили, для того, чтобы пацаны, давайте вы хотя бы не уходите от нас, пожалуйста. Вы останетесь, а то вы уже третий кардик. Нет, на самом деле, я один из этих людей. И вот на полном серьезе, я как бы, ну, то, что я видел, мне действительно понравилось. Нам было с Вотфордом. Я просто видел, это вот я хотел дальше об этом сказать, я видел в Вотфорде еще несколько матчей. Я такого Вотфорда, как с нами, не видел просто. Потому что они вырывали ноги. Я не знаю, может быть, за счет наших там... С первых минут. С первых минут понеслись, там, прессинг жесткий, еще что-то. Мы там физически, несмотря на то, что нам... Ну, можно сказать, что у нас там не подъехал какой-то там состав до конца. Да, там пару человек еще не было сильных, которые в итоге сейчас играют. У вас знаю. Вот. Можно сказать, что это вторая игра была на неделе, потому что мы еще тогда в Голландии играли. И еще одну, то есть вторая игра. А кроме этого мы играем в ЛФЛ, и там даже вот некоторые дни были, когда у нас по три игры было в эти самые выходные. Но это все наши проблемы. Но реально, Вотфорд нас просто завозил тогда. Мы вышли, просто попали как под каток. Они вот просто нас... Ну, я говорю, после этого отходил, ну, наверное, всю неделю отходил. Еще потом воспоминания были, и вот до сих пор, то есть меня будоражит. То есть потом мы играли, если я не ошибаюсь, с Вестхэмом, да, то... Или с Волгером, ну, с Вестхэмом. С Вестхэмом. С Вестхэмом. Вот с Вестхэмом, лично мое мнение, отскочили ребята, мы должны были у них очки забирать, откровенно говоря. Я считаю, что там даже выигрывать можно было. Мы еще точно играли, наверное. Да, то есть там, ну, просто там и... Ну, и пенальти такой, не фартанул нам чуть-чуть. Счет был равный, и моментов много там мы упустили. Вот. А с Уотфордом, там, когда это говорили, когда я включил анонс и услышал то, что говорят, ребята, потенциальные, все нормально, вы посмотрите обязательно... Там минус 12, но потенциал есть. Ой, да. Вы посмотрите их гол обязательно, там в комбинации пациенты раскатали. Конечно, там счет уже был, наверное, 9-0. Ребята встали. Ребята встали, да, уже. Просто отдыхали. Еще у нас некоторые игроки заметили, потому что там обычно, ну, как у нас происходит, мы настраиваемся на игру, думаем о игре, там, я не знаю, уходим на замене, там, когда я на замене стою, я заряжаю пацанов, то, что давайте, надо еще что-то. А там Уотфорд стоит, с девчонками обнимается, короче, кто-то присел, кто-то в телефон, еще что-то. И мы 13-м горим. Ну, какой там потенциал? И, то есть, мы сыграли, вот, я хочу большое спасибо сказать капитану Ливерпуля, потому что он, не капитану, а представитель у вас был здесь, представитель Ливерпуля, да? Который тренер. Ну, вот, проходил, не знаю, в одном снаю. Саша Жарков, да, это капитан. И вот он сказал слова, которые я каждую передачу, когда вы начинали про нас говорить, каждую передачу я мысленно вам передавал. Мы сыграли со всеми лидерами в самом начале. Мы сыграли с Уотфордом, мы сыграли с Ууловером, мы сыграли с Вестхэмом, мы сыграли с Арсеналом, то есть мы сыграли со самыми сильными и плотными командами, ну и, конечно, нам тяжело было с ними брать очки, но в этом есть большой плюс того, то что нам задрали планку изначально на такую высокую, потому что потом, когда мы попали на Нью-Брайтон, на Эвертон даже, еще на кого-то, мы уже, для нас эти команды были, ну, мы чувствовали, что уровень чуть-чуть другой, то что, ну, уже полегче, потому что там, конечно, ребята, ну, хорошо играют, понравилось. Ну, первый тур нас просто немножко взбодрили, потому что первый тур, да, мы приехали, видимо, ну, кто-то у нас поиграл уже, кто-то нет, и большинство, видимо, не знали, к чему готовиться, может быть, немножко недооценили вот тур, если я говорю, да, все приехали, все на форке, все там в компании, общались, там, у кого-то и нет, разминки там стерилизованы, может быть, мы на это все повелись, за командой, мы сейчас говорим, и там первый тур-2 немножко втягивались, но вот хорошо, что АПЛ на вот всех лидеров предоставил в первых турах, и вот сейчас это пошло получше. Волвер, Водфорд и Вестхам настроили команду на правильный лад. Да. Здорово. Ну что, ребят, про вашу команду, безусловно, очень интересно. Хочется спросить по предыдущему туру, какие матчи видели, что запомнилось, может быть, к тебе. Я бы предыдущему туру мы всех дурманили на трибунах дымами, вкусными, ароматными. А, так это вы были? Да. Просмотрели, просмотрели весь тур, я не видел только Нью-Кастел с Ноттингем, вот, я бы выделил, уверенно выделил бы, наверное, ну, именно как матч, который мне понравился, это Волвер и Арсенал, это была реально битва. Во-первых, после игры с нами, я видел Арсенал только в игре с нами и вот в этом туре. После игры с нами я не понимал, почему все говорят, что Арсенал сильная команда и как они вообще там сверху оказались, потому что, опять же, это как и с Вестером, по мне, с Арсеналом мы тоже должны были брать очки, когда были погодные условия, может, ребята не настроились, может, там, ну, все что угодно может быть, но с нами Арсенал вышел совершенно не настроенный, ну, не играющий, ну, вот, кроме там, у них есть парень, ну, который мне очень нравится, это вот с косичкой, я не знаю, с уже... Затя, я наконец-то выучил его фамилию, в первый раз про него хотел сказать. Да, 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 мне он очень понравился и тогда он отличался, и в этой игре он отличался. Так вот, Волвер-Арсенал, это был очень, ну, просто прекрасный матч, при том, что, по мне, Волвер там даже чуть-чуть, ну, можно тоже сказать, отскорочил, потому что, ну, если в первом тайме они там присматривали друг к другу, там, Волвер забил быстрые голы, да, то во втором тайме Арсенал насел на ворота просто. Там были 3-4 момента совершенно, ну, 100%, которые надо было забивать, там, ну, когда с 3 метров, с 4 метров. Там было попадание в штангу и дальше добивание опять же в штангу, да? Да, да, то есть, ну, матч был очень интересный, а Волвер просто спокойненько ловил на контратаках, они тоже могли забивать еще мячи, то есть, я не спорю, но Арсенал заслуживал тоже, ну, то есть, они сыграли достойно, там, счет ни о чем не говорит, могло бы все повернуться. Я бы отметил матч в Отфорд-Нью-Брайтон, потому что Нью-Брайтон без замен, с одной заменой всего, вот, причем там замена неравносильная была, там перед ним какой-то вообще мертвый был совсем, ну, серьезно, мертвый, он выходил, это ужас просто. Первый тайм, во-первых, так, начнем с того, что Нью-Брайтон первый ударил поворотом, вот, первый тайм, первые три-четыре, нет, ну, не четыре, три атаки первые, опасные были, опять же, за Нью-Брайтон. При том, то, что они не играли там вниз, не раскатывали, они просто выносили мяч, они не, как это сказать, не заигрывали, они выносили мяч вперед, надеялись, то, что там кто-нибудь его подхватит, там, капитаны, как-то, впереди, свереди, вот, то, что подхватят, и как-то раз, два, у них так получалось, в первом тайме они очень хорошо оборонялись, если я не ошибаюсь, там только в середине тайма первый гол они пропустили, и там был гол в начале, и потом такая, очень громко упала, там где-то, где-то, где-то на десятый был гол. Ну, где-то, в начале, это один разговор, то есть, когда там Нью-Брайтон пропускает, там, по 18, по 20 мяч от нас, а здесь они уходят против Вотфорда, который там, я для себя думал, то, что они, ну, плотняком будут бороться, там, за чемпионство, спокойно, после игры с нами. А здесь, опять же, я совершенно другой Вотфорд увидел, ну, ребята вроде, как и старались, вроде и по движению, они двигались больше, чем Нью-Брайтон, но Нью-Брайтон мне понравился, и если бы у них было парочку замен, я думаю, ну, то есть, они во втором тайме просто подсели, они устали, там у Вотфорда два состава было, вот, а... Ну, просто вот тут поверил в свой класс по дистанции уже с нами, они бежали поначалу, там, пятый, четвертый тур, они бежали, хотели вырывать, сейчас они понимают, ну, с верхушкой им надо бороться, а с теми, кто ниже них, они могут спокойно, на классе, и с первых минут брать свои очки. Ну, в какой-то момент, на самом деле, во втором тайме стало немножко страшно, мне кажется, не брать, ну, не брать, но Вотфорда, потому что игра, например, равная пошла, в какой-то момент. Да, да, там, ну, а, ну, во-первых, мне, я хочу передать, там, привет защитнику, центральному, 99-й номер, просто они там в первом тайме произошло небольшое, они там подзацепились, и потом, вот, защитник, я считаю, что он его прикрыл, прям, ну, очень хорошо, ничего не давал его, при том, что я там слышал такую информацию, то, что ребята пивасиком зарядились перед игрой, то есть, они вышли, да, да, они вышли на спакухи, на расслабоне, и, ну, при этом, ну, я говорю, пару замен не хватает, я бы вот капитану не брать, дал бы совет, я, насколько знаю, там болельщики все Ливерпуля, может быть, они придерживаются, то, что все должны быть там, игроки, болельщики Ливерпуля, но мне кажется, вот сейчас трансферное окно открыто, надо взять пару человек, может, каких-нибудь хотя бы средних, потому что, ну, с одной заменой нереально играть, ну, у них, ну, просто некому выходить, там, ну, парень подворачивает ногу, и все, и выходит человек, который мячик обработать не может, вот, ну, то есть, конечно, так будет тяжело добиваться результата, а так, в принципе, ну, то есть, почему бы и нет, надо пару человек цепануть, и еще, вот, посреднее, что я хотел сказать, это, конечно, мне кажется, то, что это может назвать даже сенсацией, да, это Ливерпуль-Болтон, победа Болтона, вот, если честно, тоже, Ливерпуль, вот, сейчас я скажу, по этому моменту, Ливерпуль, видел несколько игр, и я не знаю, как они оказались на пятом месте, я не скажу, то, что, вот, пятое место, там, ну, тоже, про Токнухом, еще надо посмотреть, там, у них есть хорошие ребята, все молодые, играющие, но, мне кажется, даже Токнухом сильнее Ливерпуль, там, Вестхэм, по-моему, ниже же тоже идет, если я не ошибаюсь, Ливера, то есть, ну, Ливерпуль, конечно, сейчас, они, может, с стабильностью, может, они, там, были в игру с Небратиным, где, опять же, игра была, ну, откровенно говоря, неважная для Ливерпуля, который идет на пятом месте, они играют против посреднего места, они должны, совершенно другой футбол, были показывать, они должны были забивать, там, ну, вообще оставлять, я не знаю, там, ворота, сколько мячей, вот, а про Болтон, что хотел бы сказать, это, ну, Болтон после нас был, из Болтона я увидел, там, знакомых лиц, там, я не знаю, наверное, ну, не хочу обманывать, там, ворота, защитник, там, ну, человека три, наверное, четыре, и вот здесь я бы хотел задать вопрос, там, как можно делать трансферное окно три месяца, потому что, ну, Болтон, например, ребята, они там не собираются, или еще что-то, они могут просто, условно, и они говорят, что Болтон, мы, например, кардин, мы можем каждую, каждую неделю привозить новый состав, у нас не собирается, кто-то нам не нравится, еще что-то, мне кажется, надо трансферное окно делать не неделю, но две максимум, потому что, я готовлюсь к сопернику, например, потому что, ну, смотрю, там, какие-то игры, еще что-то, на тот же Болтон, а потом приезжает совершенно другая команда, мне кажется, это как-то несерьезно. Ну, на самом деле, этот вопрос, насколько я знаю, обсуждали перед сезоном, и вроде как, все тогда были за, ну, я так понимаю, но мне эта идея, честно, тоже не очень нравится. Три месяца трансферное окно, это, конечно, это шикарно, что-то там неладное, где-то там оставил тут конверт, какой-то визит. Ну, возвращаясь к Леверпулю, у них заявка в сравнении с прошлым годом сильно изменилась, или нет, неизвестно? Ну, не очень сильно. Есть некоторые новые игроки, плюс у них сейчас дубль есть, да, в котором они там тоже просматривают ребят. Но, в целом, Леверпуль, он берет опытом обычно. Просто вот по тому году, и вот, судя по этим результатам, видимо, тенденция сохраняется на лидеров, Леверпуль настраивается, отбирает очки, а, видимо, забираясь высоко, опять же, как Уотфорд, думает, что есть класс, и может не с первых минут включаться. Но у Уотфорд, он действительно есть, а Леверпуль, видимо, его не достает. И вот на полноги он не может обыгрывать средних соперников, там, как тот же Болтон. Ну, я еще, мы сидели прямо напротив, скажем так, где находились игроки Леверпуля, вместе с Александром, да, с представителями команды, и я слышал разговоры по телефону, и я так помню, что там кто-то не подъехал. Какие-то там, видимо, лидеры, все-таки несколько человек не подъехали. Но, во-первых, все равно у них было там, ну, человек 4-5 на скамейке, у них был вот этот, не Зязин, а как-то... Сизов. Сизов, да, нападающий, вот этот, про которого вы все хвалите, сюда, и все остальное. Вот, поэтому, мне кажется, ну, и, в принципе, Болтон, это, ну, команда, и, опять же, это была, с нами сыграла одна команда, с Ливерпулем играла другая команда, там сыпленности нет, ну, то есть, по идее, Ливерпуль должен был, опять же, камня на камне не оставлять, а там Болтон поинтереснее выглядит, она была бы интереснее. Вот, в принципе, на ней все. Ну что, обсудили очень хорошо предыдущий тур, и поехали к следующему. Следующий тур у нас откроется одним единственным субботним матчем, Ливерпуль, который мы сейчас плотненько так обсудили, будет играть против Эвертона, с которым вы в прошлом туре играли. Ливерпульская Дарби, у нас, да. Ну, вам слова, ребят, какие-то. Ну, я, наверное, большинство людей, которые есть в Эвертоне, я их все знаю, в общем, знаю достаточно плотно и давно, вместе выпускаюсь из одной спортшколы, ребята все, в принципе, сильные, и тот факт, что они проиграли одному из аутсайдеров пока по таблице Гардифа, это ничего не говорит, о силе Эвертон не убежден. И думаю, что в этом матче можно дать сенсацию, потому что, опять же, Ливерпуль, не факт, что он настроится до конца на соперника и середину таблицы, плюс по физике, думаю, что Эвертон будет превосходить Ливерпуль, я бы здесь поставил бы. Хоть нельзя, лично симпатию и ставки совмещать воедино, но я все-таки сделал это, ясно и поставлю на Эвертон два мяча. Ну, это дерби, здесь может быть все, что угодно, обеим командам нужны очки, обязательно, Ливерпуль злой, я уверен, что Ливерпуль соберется, если кто-то у них не подъехал. При этом, мне тоже симпатичен Эвертон, потому что, ну, то есть, и Лешу Перепелкину я очень хорошо знаю, и там тоже какие-то ребята есть, там, и спортшколы, там, в Росичи, мы когда-то вместе тоже побегали, кого-то там видел, кого-то знаю, но, если на нас Эвертон, а на нас, почему-то так получается, все всегда собираются, да, на нас Эвертон собрался, мне кажется, полностью, там еще не три состава, было, там просто было две команды Эвертона, я не уверен в Эвертоне, в том, что они соберутся, могут собраться, могут не собраться, может пару выйти лидеров из каких-то там линий, да, из защиты или из полузащиты не приехали, как с нами нападающего не было, да, поэтому, мне кажется, Ливерпуль, мне эта команда симпатична тем, что она вся сбалансирована, она, у них есть определенные, они стремятся к какой-то определенной игре, у них, ну, то есть, есть схема, это как я вот, ну, услышал, то есть, я сидел, послушал, что там, как у ребят происходит, какой-то, да, да, и поэтому мне Ливерпуль более симпатичен, я считаю то, что Эвертон сейчас, ну, как говорили, нестабилен, ну, я так понимаю, в прошлом сезоне он был нестабилен, именно своим составом, вот, поэтому я, наверное, поставлю на Ливерпуль, но думаю, что, ну, разница будет небольшая, можно сказать, что там, в один мяч, либо те, либо те, но я на Ливерпуль, второму на Ливерпуль иду. Ну, я соглашусь с тобой по поводу ставки на Ливерпуль, я тоже поставлю на Ливерпуль, и, в общем-то, причина основная в том, что Ливерпуль в этом сезоне команда такая очень странная, они идут очень хорошо, потом получают от кого-то оплеуху за то, что недонастроились, недооценили, возможно, где-то соперника, просто не собрались и опять начинают играть. Вот, мне кажется, вот в прошлый тур это была такая именно оплеуха и сейчас у Ливерпуля опять будет какая-то, может быть, небольшая, но серия. А Эвертон, по тому сезону, Эвертон, это была команда, которая просто снизу вверх идет, поэтому сезон это какие-то американские горки, они то туда, то сюда, то прекрасно, то ужасно, да, и поэтому, как соберется команда совершенно не могу сказать, нельзя представить просто. Я думаю, что победа Ливерпуля. Ну, то, что я вил со стороны, мы с Ливерпулями сыграли, мне очень жалко, что мы с ними не сыграли, потому что там другую карту с ними играл, но я, могу уверен заявить, мне кажется, это команда, вот я видел, Ливерпуль, получается, почти в полном составе, Ливерпуль, ну, команды равны, команда равна. Возможно, да, но вопрос, кто соберется лучше, да, мне кажется. Но это все проблема личных клубов, то есть, кто соберется, кто не соберется, в принципе, здесь, то есть, я и говорю, тем Ливерпуль хорош, тем, что он стабилен. Так, ну что, поехали дальше, Вестхэм против Ньюбрайтона, за который все болели на поле в прошлом туре, очень, прям, отлично болели. Да, но вот здесь я хочу сказать, то, в воскресенье подряд, я уверен, что, я, насколько знаю, в Вестхэм есть вторая команда, да? Да, есть. Они могут играть? Могут играть, но, по факту, я так понимаю, что у них идет разделение одни играют только в основе, другие играют только в основе. Но, я уверен, то, что, во-первых, в Вестхэм вторая игра с Волдем, если не ошибаюсь, да? Но, мне кажется, здесь понятно, на кого Вестхэм будет настраивать. где-то, было в матче и с Фотфордом, и с Ливерпулем, и с Ливерпулем, я просто тоже игрой не про это наведал. Видно было, что они там могут потрепать нервы, скажем так, появлять. У них, конечно, как там ребята тоже говорили в перерыве, нам не хватает последнего пасса. Ну, вот им надо правда не суетиться. Мне кажется, Вестхэм будет на расслабоне, выйдет, постарается выиграть, что называется, на классе. Я поставлю на Вестхэм, но это тоже будет победа некрупная, там Небрайт может попробовать зацепиться за очки, чего я ребятам желаю, потому что им надо набирать свое, и тем более Вестхэм в голове будет выигр в это воскресенье. Ну, ребята из Небрайт тоже показали вполне адекватные и симпатичные ребятами, но с Вестхэм думаю, что шансов, даже учитывая, что Вестхэм будет не настроен, игра утренняя, без искры из глаз и под ног, но я думаю, что именно на классе то, что и отличает эти команды, Вестхэм победит, но разгром не разгром, играя 80 минут, а в 3-4 мяча как бы относительно разгром не разгром, для кого-то разгром, для кого-то нет, но думаю, что порядок будет такой. Ну, по поводу класса полностью с вами согласен, тут очевидно, да, есть фаворит, есть вторая команда, скажем так, да, по поводу матчей, мне кажется, единственный шанс реально у Нью-Брайтона, если Вестхэм приедет с горящими глазами по поводу того, что у нас сейчас матч с Лулвером, забудет все, выйдет на поле и кое-как там отпинает мяч, да, вот тогда у Нью-Брайтона будут шансы, и я как в прошлом выпуске, позапрошлом, говорил, очень желаю в этой команде Нью-Брайтон опять поиграть в атаку, попытаться и помучить соперника, потому что, ну, когда у них получается, получается красивее. У Нью-Брайтона очень хороший, ну, не очень хороший, но для низа турнирной таблицы очень крепкий вратарь, он с Ходфордом, ну, ребят там выручил несколько раз, ну, прям конкретно выручил, если он же приедет, опять же, в СХМ на своих сладеньких ножках перед Волвером на расслабоне, мне кажется, что там в СХМ скорее всего будет играть, как я себе представляю, ну, либо с запасом, либо с частыми заменами, то есть, ну, мне кажется, что там в Нью-Брайтоне реально есть шансы, я за ребят прям болею, давайте. Но я не врать, это надо иметь в виду, просто то, что в СХМ будет настроен на них и, грубо говоря, шаломить соперника, начать игру с первых минут, может быть, это немножко по гречке, но попробуй, запрессивно. я согласен. Но это пацаны, там поагрессивнее. Да, давите в СХМ с первых минут, ребят. Поехали дальше, Фулхан против Арсенала, тут, в общем, мне кажется, тоже все ясно по вашему счету. Мне тяжело сказать, я Фулхан, по-моему, не видел ни одной игры в этом сезоне, Арсенал видел, но и в том, не в таблице почти ни одного Арсенала, по обороне сложно Арсенала сказать, в принципе, мало что надо рассуждать, но в атаке у них есть ребят креативные, поэтому думаю, что Арсенал в принципе... Ну, а у Фулхана же они отзываться собирались подоложить. Вот, пока что непонятно. Непонятно. Нет, никакой парламент. Заявится, они приедут, они вообще, да? Ну, здесь даже и говорить тогда нечего. Если непонятно, то есть Арсенал, который рвется и хочет... Ну, на всякий случай 0-5, да? Да, 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 есть Фулхан, который не может определиться, поэтому здесь ему понятно. Ну, в общем, особо, да, я согласен, обсуждать нечего. Поехали дальше. Вулверхэнтон против Астенвиллы. Вот, не знаю, по профилю, все говорят, когда про Астенвиллу, все вспоминают просто сезон. Да. Состав тот же... Вот в том-то и дело. Не то. Там основные игроки остались, да, за исключением Степаненко, наверное, который сейчас не ездит, хотя и заявил. Вот, но при этом добавились, там, Ларин сейчас пришел из Нью-Каста, перешел, до сезона пришел Горшков из Манчестера и Мейтера. Но при этом у команды игры так и нет. Нормально. А Урверхэнтон играет с Вестхолом после? После. Игры с Нью-Каста. Ну, значит, наверное, примерно такой же сценарий, как в Вестхолом и Брайтон. Здесь, что без особой остроты, не на особо максимальных скоростях, просто на классе, вот, ты говоришь, 3-0, 4-1, раскатают, закатятся свои и будут спокойно играть в свою тикет-таку. Можно так не свою, но пытаться просто минимум травм, минимум усилий просто на результат. Я поставлю Х2. Я верю в Остановилу и скажу почему. Потому что я смотрел прошлый тур. В прошлом туре Остановилу сыграла с Вестхолом и Остановилу была без замен полностью. Но, опять же, в первом тайме Остановилу была намного интереснее Вестхолом. У них есть два парня, один из них вообще, по-моему, батарейка где-то сзади и, если не ошибаюсь, в 95-м номере. И вот, правда, у Улвера два состава и все приблизительно ребята одного уровня. И потом там есть сервер, который хочет, чтобы они много забивали, играли красиво и тому подобное. Но мне кажется, что, ну, то есть, остановили матча с Вестхолом опять же, не хватило скамейки, не хватило, может, каких-то своих лидеров. Хотя, мне кажется, что эти два парня это и есть лидеры. Я вот 95-й, 96-й, что ли, ну, не помню, кто они, неважно, я думаю, все их знают. Вот. А здесь, в этом матче два состава, а не два состава, выходит Луэр Хэмптон, волей-неволей в голове матч с Вестхолом впереди, которые, отдыхать им меньше, чем в Вестхолом. В Вестхолом здесь игра, вот. А у Луэра пол третьего. То есть, ну, в общем, мне кажется, что остановила может цепляться за очки. Остановила сыграла очень хороший матч с Вестхолом. Ну, мне понравилась остановила. Они там тоже по штангам побили, по обкалачиванию. Могли забивать больше. Просто Вестхолом там в порядке был, поэтому они вели. Но остановила при всех их проблемах с составом, при том, что у них не было замен, они выглядели очень достойно. Очень достойно. Мне они понравились тоже ребятам. Вот, правда, я слышал такое одно мнение по поводу прошлого сезона, к сожалению, я не видел, то, что там некоторые люди не понимают, как они выиграли кубок. То, что... Есть, да, есть определенные люди, которые... Да, да, да. Но я не видел эту команду, я ничего сказать не могу, вот видел матч, сказал. Так что остановила тоже, давайте ребят, мне кажется, что там можно. И будет интереснее просто, у лидеров, вот, чтобы мы к ним потянулись. Ну, по поводу отбережки у лидеров мы еще дойдем до нужного матча. Собственно, следующая игра Манчестер-Сити, Мотфорд. Так от этого не сказал свое мнение? Ну, по-моему, но все равно, нет? Особо ничего не скажешь, я думаю, что Уолверхэмптон, несмотря на этот... За начальство, за начальство. Нет, я всегда против начальства. В матче Уолверхэмптон даже не знаю, на кого ставить. Вот, но на самом деле не сможет сейчас, мне кажется, остановило потягаться просто. Сулвера. Не по силам будет. Следующий матч тоже лидер есть, фаворит, как мне кажется, Манчестер-Сити, вот, ваш? Ну, Манчестер-Сити лично меня не впечатлил, но за 80 минут я увидел, можно сказать, одного-двух играющих, реально играющих ребят. Такой есть игрок один, седьмой номер, просто чудесный. Просто, ну, в порядке дриблинг, удар, от бога все. Вот, У Отфорда и этих ребят целый состав и парочку еще на скамейке запасных, поэтому, я думаю, что можно взять наш из вас Отфорда, наш из Датсити, ну, и примерно свести эти два результата. Ну, вот, я здесь не соглашусь, никогда нельзя сводить результаты, никогда здесь нельзя смотреться на... Потому что, его, ну, как можно так сподить? Манчестер Сити. Смотрел игру Манчестер Сити в прошлом туре, у них играл паренек в желтый гедрик в защите. Мне его было жалко. Во-первых, мне кажется, он не защитник, а он в центре защиты играл. Во-вторых, у них настолько креативные крайки, крайние защитники, потому что они уходили туда вперед, и, ну, Манчестер Юнайтед вываливался в троем-вчетвером, там, ну, не должен был быть такой счет, там не должна была быть такая игра легкая. С нами Манчестер Сити был совершенно другой. С нами Манчестер Сити встречал нас вчетвером, втроем, минимум. Притом, потому что они фаворитами были в этом матче против нас. А здесь они вышли с Манчестер Юнайтед, с этим, и на кон... Все мячи были забиты на контратаках. Половина, ну, не половина, а треть мячей была забита в самом конце, когда Манчестер Сити откровенно бросил играть и встал. Я считаю, что это вопрос капитану. надо как-то разговаривать, играть не должны останавливаться. И, ну, и вратарь в Манчестер Сити, когда там мяч летит по центру, а он, ну, я не знаю, как там, садится, присаживается, там, не знаю, мяча 3-4 одинаково взлетело. То есть, ну, защита и вратарская линия проблемная у Манчестер Сити. Если там приедут какие-нибудь защитники, или если они как-то договорятся, может сыграть вторым номером, то, ну, Манчестер Сити хорошая команда. Там ребята с пасом, ребята все индивидуальные, сильные, атакующие. Там у них, ну, парни, там, некоторых возили из Манчестера и, ну, по 1-1 человек проходил вот своей половине поля, по чужой половине поля и чуть ли не забивали. Но, опять же, то есть, Манчестер Сити не надо забиваться на вот эти вот личные данные, потому что вы сами говорили в анонсах о том, что вот, командная игра, играют в пас. Когда они там с Ньюкаслом играли, Манчестер Сити, вы говорили, вот интересно, две команды, приблизительно одинаковый стиль у них, то, что обе играют в пас. А я приехал, смотрю на Манчестер Сити. Получилось там совершенно по-другому, да. Ну вот, и они вводятся, еще что-то. Поэтому с обороной вам надо что-то там, ребят, думать. Водфорд намного сильнее, вот. Потом с Манчестер тоже там то соберется, то не соберется. Понятное дело, есть большой потенциал. Вот им надо разобраться с обороной, и все у них будет хорошо, я уверен. Там ребята, ну, сильного уровня, очень сильного уровня, спереди особенно. Центральная линия, атакующая линия, хороший уровень для АПЛ. Водфорд? Ну, А, у Водфорда отъехали же игроки. Ну, это не особо повлияло. Звезды отъехали, Крестандар, Спартак-Нальчик, Семенов, да, Резки уехали. Ребята, кстати, там поставили на разгром Кардифа в прошлом туре, от Авертона, там, от Краснодара, передаю привет, Планина. Ну, что можно сказать, да, по этой игре? Понятно, что фаворит ясен, Водфорд, но, тем не менее, зная проблемы с недонастроем, которые бывают у Водфорда периодически, я могу сказать, этой команде могу сказать, просто не списывайте Манчестер-Сити со счетом. Приедут ребята, ребята умеют играть, и если у них пойдет игра, вам будет очень сложно. Поэтому, ну, несмотря на это на Водфорд, но, жду, что будет интересно. А Манчестеру, я хочу сказать, не останавливайтесь, пацаны, проигрывайте, всякое бывает, 3-0, 4-0, ну, добегайте там, ну, чтобы один человек против трех, против, ну, трое-двое, на него вываливаются. Надо возвращаться, хотя бы, как-то показать, что ты стараешься, бежишь назад, потому что ребята просто остаются на чужой половине поля и просто смотрят футбол. Хотите посмотреть футбол, меняйтесь, стойте на скамейке, мне обидно не было, мы там поскорили просто, я на них постарался, вот, да. Так, ну что, центральный матч-туро. Да, самая интересная, собственно, для нас игра сейчас, Карди против Нью-Касла, как ты говорил, чтобы лидеры потеряли очки. Но, я когда ехал сюда, у меня первая мысль была о том, то, что надо будет сказать, то, что Нью-Касла, это вообще, другого уровня, то, что она, самая сильная, то, что, ну, к ней сейчас никто не близок. Но это неправильно будет, я посмотрел, они там, в принципе, с лидерами, со всеми, с разницей в один мяч, по-моему, сыграли, если не ошибаюсь, вот, самым начальным. Мне кажется, то, что Нью-Касла просто мне нравится с своим стилем игры. Я хочу, чтобы наша команда играла так же в пас, там, комбинациями, по возможности, в касание. Вот. И мне эта команда, то есть, импонирует, скажем так. Я не буду здесь говорить свою ставку какую, я единственное, что могу сказать, то, что мы, ну, то есть, у нас у всех две ноги, две руки, и мы в этом матче будем стараться победить. Не в ничью сыграть, не за очки цепануться, а будем стараться победить. Ну, Нью-Касл сильнее, Нью-Касл фаворит, там, удачи, привозите второй состав, мы сами поборемся. Да, можно все, что угодно говорить, таблицы отвечают, наверное, на все вопросы перед матчем, но мы всегда, и в том числе в этом матче мы всегда играли на победу, даже с Отвордом мы выходили на победу, но по-всякому бывает. Вот. Но я же все-таки осмелюсь, поставлю 2-1 в пользу каждой фаворит. Рискованно. Ну, для меня, опять же, фаворит ясен Нью-Касл, но, тем не менее, да, я считаю, что у вашей команды есть все шансы зацепиться за очки в этом матче, если вы проведете очень хороший матч, да, если у вас получится, самое главное, мне кажется, если у вас получится оставить без мяча соперника. Но, я вот точно уверен, то, что вот сейчас верни нас назад и дай нам сыграть с Отфордом, с Улвером, с Вайском, с Арсеналом, ну, другая команда была бы совершенна, то есть, у нас с этим матчем... много чему научили, вот, и Нью-Касл, мне кажется, то, что, ну, не то, что ребята сбавили, нельзя так сказать, но, ну, они играли, забивали там, стабильно за 15, 18-15 мячей, сейчас они играют с команд, ну, например, Фулхом, они, по-моему, сыграли 7-4, да, ну, как? Притом, там очень тяжелый матч был. Как? Ну, то есть, потом с Килл с Болтоном, то же самое, поэтому, мне кажется, там есть определенный недострой, вот, но посмотрим на ребят, что я это сказал, они там что-то зарядятся, настроятся, нормально все, ребят, выигрываете, второй состав привозите. Да, ну, ладно, разобрались, считай, с этим матчем. Тоттенхэм против Ноттингема, ну, какие у вас мысли? Ну, опять же, скажу кратко, Тоттенхэм я не видел, он Ноттингем видел в предпоследнем матче с Эвертоном, когда я Эвертон в концовке выиграл к игру, но, наверное, это, я не знаю, это систематично или нет, но если такое случается, то это ненормально, когда команда ведет там два мяча, пропускает за 8 минут 4, ну, наверное, Тоттенхэм раз идет в первой половине таблиц, наверное, и с качеством футболистов, и с физикой, у них полупорядок, поэтому, думаю, что Тоттенхэм должен выиграть на зиму. Тоттенхэм и Ноттингем, Тоттенхэм, молодая команда, очень хорошая, у них там, опять же, есть один игрок, в который выделяется очень сильно, 91 номер, ну, получилось посмотреть по 10-15 минут от игры, и за 10-15 минут, в принципе, другому в глаза и бросался. Все остальные ребята, средний уровень, по уровню лиги, если смотреть, тоже неплохой, вот, играют в футбол, стараются, но, ну, то есть, ну, молодцы, сильная команда, плотная, интересно будет с ними сыграть, но, Ноттингем не слабее, Ноттингем не собирается просто, ну, я говорю, это проблема любой команды, ну, то есть, здесь нельзя говорить, если соберутся, если не соберутся, это их проблема. я видел ту и ту команду, ну, если средние брать, мне кажется, они чем-то даже похожи, у тех нападающих сильный 91 номер, у этих сильный нападающих, если не ошибаюсь, это тоже 91 номер, вот, ну, в мальчике Локомотива он играл последний уровень, при том, то, что у Ноттингем не приезжает какой-то там лысенький паренек, еще один есть, забивной, там, с ударчиком такой хороший, вот, вдруг подъедет, поэтому, я здесь рискну, я поставлю на Ноттингем, при том, что мне бы хорошо, чтобы они там сыграли в ничейках, или еще что-то, потому что мы, ну, рассчитываем подобраться к ним поближе, вот, игра будет интересная, я думаю, то, что, вот здесь может там произойти так называемая сенсация, потому что, в принципе, все-таки фаворит здесь, наверное, будет Озенхен, да, но, ну, Ноттингем может дать бой, и то, что может дать бой, там будет равная игра, и вполне возможно, что они выиграют, и я поставлю на них. Я с тобой полностью такая дикая заруба вообще, с большим, мне кажется, количеством мячей забитых, и при этом Тоттенхем все-таки фаворит, и при этом, мне кажется, Тоттенхем все-таки победит за счет умения настроить команду их капитана. Ну, вот интересно, вот это интересно будет. Вот в этом плане, мне кажется, Тоттенхем будет посильнее, чем Ноттингем. Да. Но, безусловно, очень интересная игра должна быть. Так, ну, и у нас будет перенесенный, насколько я понимаю, матч, да, но все равно давайте играть против Болтона, который не сыграет в эти выходные. Ну что, какие комментарии? Ну, по Манчестеру, потому что я видел в обзорах, и по Болтон, с которым он играл позапрошлой недели, Манчестер, по-сильней, скажем, по среднему уровню исполнительского мастерства по команде, поэтому думаю, что Манчестер выиграет. Если, конечно, Болтон, в очередной раз не привезен новый Болтон, тогда тут глупо гадать на кофейной гуще, так Манчестер по предморщинам как по слухам выглядит серьезнее. С нашим трансферным окном в три месяца что за больно будет, что там, неизвестно. Манчестер, хорошая команда, посмотрели, правда, хорошая команда, но на их там большое количество забитых мячей я бы все-таки не смотрел, потому что я говорю, в игре с Манчестер-Сити у Манчестера выдал там великолепный матч, краек один, паренек худенький, высокий, он там на технике возил всех, отдавал, сам забивал, там, пять или шесть мячей зайдет, по-моему, шесть, вот, но все мячи были забиты на контратаках против одного защитника, который, как я сказал, уже, по-моему, не защитник совсем был, в основном, в основном, вот, а Болтон по игре вот последние, ну, там Болтон был в порядке, с Ливерпулем, с крепким, обыграть, мячи были забиты, там, почти все с игры, мячи были забиты, интересные, когда этот матч будет перенесен, из игры, кстати, про это тоже хотел сказать, при переносе, неизвестно, я здесь поставлю на Болтон, просто, вот, против мнения своего корняния, не просто против, а потому что, по мне, здесь, опять же, ну, то есть, если брать из последнего тура две команды, то они, ну, могут побороться, обе, вот, и я бы не сказал, что у Манчестера есть такой класс, как я увидел, мне тоже жалко, кстати, что здесь не сыграли, возможно, там наши три очка заварялись, вот, я бы не сказал, что у Манчестера есть такой класс, которым можно задавить Болтон, или еще что-то, поэтому, здесь, ну, опять же, если бы был матч на этой неделе, то там была бы разница небольшая, и туда, и в ту, и в ту сторону, но я бы на Болтон достал. Я бы тоже поставил на Болтон, вот по той причине, что Болтон, мне кажется, не позволит себе такого в обороне, как ты говоришь, Манчестер-Сити в прошлом туре, они все-таки более дисциплинированная команда, плюс команда, которую капитан может настроить безумно, просто включить в игру в любой момент, и поэтому, мне кажется, они бы дали бой, может быть, дали выбор. Ну, вот Болтон, я не знаю, кто у них капитан-то? Артур, по-четрен. Ну, вот, по-моему, если это тот, он ее давал, да? Но он там более эмоционален, и его на последней игре, кстати, не было, и, мне кажется, в том числе было и поспокойнее, потому что он очень сильно переживает, нервничать начинает, они ругаются там. Там ребята у Болтона, вот даже с нами играла команда, я в интервью сказал, средний уровень, неплохой, ну, что я имею в виду, то, что они могут обработать, могут себе отдать передачу как среднюю, так и длинную, и короткую, да, там, точно. И с ударчиком есть у них ребята, парочка там вообще хорошая, но у них нету никакой игры, они, ну, не знают, кому куда бежать, там, они, ну, то есть, плана на игру какой-то, ну, нету, нету у них сыгранности, нету такого, поэтому, вот, если с этим прибавить чуть-чуть, то, я уверен, то, что там совершенно другое, может быть, вот пускай возьмет. А по поводу переносов хотелось бы сыграть, по мне тоже надо, ну, непонятно, вот у нас перенесли игру с Остановилой, Остановилой сейчас не собирается, мы бы с ними с радостью сыграли. Ну, даже вторую игру. Да, даже вторую подряд. А невозможно договориться. Просто в Олверхэрт. Да, не от нас зависит. Вот, поэтому... Балясов, ты слышал? Гарниф хочет с вами сыграть. Мне кажется, надо тоже как-то ужесточить, реаниментировать, да, о том, что там за какой-то период надо обязательно сыграть эти матчи. Ну, там сейчас Эрвин, правда, активизировался, он нам пишет в капитанский чат о том, что, ребят, давайте играть. Но, ну, то есть мы с Остановилой уже два или три раза разговаривали, договаривались, все, на следующих выходных там по-любому у нас Еврокубки, ребят, давайте, давайте, и в итоге не играем. Вот, а потом сейчас, там, я не знаю, через месяц у вас на Виллу подъедут, ребят, и мы попадем. А у нас начнется уход. А у нас, да, у нас что-нибудь там начнется, кто-нибудь уедет, там, по отпускам, как-то здесь непорядок. Ну, так, ну, ладно, все матчи этого тура мы обсудили, хочется услышать по поводу вот этого перенесенного в Весхэм. Весхэм? Да. Какие прогнозы в Африке будут? Я прям сразу скажу, Вулдер меньше отдыхает. Мне кажется, ну, по-либо тому, что там ребята все, конечно, подготовлены, в общем, я поставлю на Вулдер, потому что там, во-первых, коллектив, как мне кажется, моложе, я так понимаю, в Весхэм там вообще один из самых возрастных, ну, как мне кажется, я посмотрел на ребят обязательно. Вот. Один из самых возрастных. у Весхэма в чем? Две команды, в принципе, наверное, опять же, они и по стилистике похожи, потому что я бы не сказал, что Вулдер держит мяч гениально или проникает в оборону. Они хороши, когда есть контратака, когда есть быстрый пас, на скорости, да. Потому что, когда они против нас, например, играли, ну, вот они встали, и они от там 80 минут времени, там, минут 40-50 катали его на своей половине. Ну, это, ну, это, так футбол не играет. Вы нас атакует, знаете. Вот, поэтому я поставлю, конечно, на Улвер, но, мне кажется, здесь вот то, что у них, конечно, на отдых времени меньше. Они на сколько сыграют? 8? Там, с чем-то? как они? Мне кажется, они играют вообще в час между этими играми, если честно. Ну, я вот просто не уверен, не помню там. Ну, вот здесь будет зависеть от того, кто сколько отдыхает, ну, тоже это скажется, это уверенно скажется. Согласен. Вот так вот. Ну, я ставлю на Улвер, давайте, ребят. Улвер Хэмптон, его большой плюс будет то, если, так скажем, глубиться в истории, когда Улвер Хэмпт только создавался, Улвер Хэмпт уже был, по-моему, чемпионом Англии и давно играл в КВ. И Эрвин, когда создавал команду, насколько я помню, он всегда смотрел, к чему стремиться, смотрел на Вестхэм. И для Эрвина будет эта игра очень принципиальна. Как бы, кажется, что Эрвин, что Коль, насколько я не знаю, в Вестхэм, они могут настроить команду на игру, но, опять же, в силу того, что Улвер Хэмптон помоложе, и Эрвин, мне кажется, сможет более ярко донести, потому что у него эти эмоции все свежи, до ребят, молодых, что игра принципиальная, игра значимая. Думаю, что пройдет она под диктовку Улвер Хэмптона, но поскольку у Вестхэм сил побольше, думаю, что ничья. Но я еще хотел бы добавить, что видно со стороны. Может быть, не у всех игроков, но у некоторых, ну и вправду, там, в некоторых матчах глаза горят из Улвера. То есть, там, Эрвин как-то их заряжает, что-то говорит, они там встают в свое кольцо, все обнимаются, разговаривают. И если где-то разговаривать так, просто, ну, для плюсика, то у них там реально, ну, видно, то, что ребята настраиваются, ребята хотят там забивать много, не просто брать три очка, они хотят много забивать, хотят выигрывать и хотят, чтобы они говорили. А Вестхрам, как я уже сказал, возрастная команда, и они, как-то, более так, ну, на расслабонщике, скажем так. Конечно, этот матч будет принципиальный. Академический футбол. Вот, матч будет принципиальный, ну, и, как я уже сказал, на угол. Наверное, на угол. А я рискну и тоже поставлю на ничью. Я вот, честно, сейчас не вспомню. Ну, это не риск, я тебе скажу, это не риск. Я тут сейчас по начальству возвращаюсь. Нет, на самом деле, не могу вспомнить, на что я ставил, когда этот матч должен был состояться. Но в данный момент, во-первых, настрой будет и у тех, и у тех безумный, что бы там ни делали капитаны. Вне зависимости от того, будут они что-то делать, не будут. Просто эти две команды друг на друга будут настраиваться сами по себе по максимуму. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, Вестхэм очень приличный состав. Очень приличный. Игра очень хорошая в последнее время. Поэтому я думаю, что вполне по силам потягаться с тем же Булверхэмптону, который, в общем-то, очень хороший. Но ничья, я думаю, ничья. А у Вестхэма вратарь все нормально, подъезжает? Вратарь подъезжает. В прошлом туре не было. Играет. Играет. В прошлом туре, честно, не помню, я нигде не видел. Мне кажется, тот другой стоял там, потому что, в принципе, вратарь, я так понимаю, подъедет. Но, удачи, что, посмотрим, будет интересно. Да, ну что, все, разобрали все матчи. Ребят, еще раз спасибо, что приехали, обсудили со мной. Всем удачи, смотрите наши выпуски. Все, всем пока. Хорошего тура. Гардов чемпионов.